Расскажите, пожалуйста, чувство влюблённости – это чувство от Бога или от плоти? Если от Бога, то почему чувство влюблённости закрывает глаза на все минусы избранного и избранной? Вот, друзья, влюблённость – это что-то такое лёгкое, зыбкое, и часто не выдерживает испытаний. Без основания, без фундамента, можно так сказать. Любовь – это что-то глубокое, настоящее. Вот, вступив или создав семью, мы вступили в серьёзную школу любви, где мы учимся любить. Да, хорошо, когда эта влюблённость есть вначале, расположение есть друг к другу – это очень хорошо. Но, друзья, любви мы учимся. Вот мне было интересно, в первом послании Иоанна он не один раз говорит «станем любить», будем любить. Вы замечали это? Как бы, ну давайте начинать уже любить. А в третьей главе Иоанн говорит этого же послания, что Бог дал нам любовь, дал нам способность любить и побуждает «любите». Вот в этом же послании, в первом послании Иоанн говорит «не любите мира, а Бога ближнего любите». Вот как. Друзья, я замечал в себе, мир я люблю. Ну, надо же быть откровенным или не надо. Вот я сколько раз переживал, особенно поначалу, вот после уверования, я нахожу, что у меня есть симпатии к миру. Думаю, что я за человек, а? Я вообще верующий или нет? Друзья, если бы у нас не было проблем с миром, то Иоанн не говорил бы «не любите», если бы не было опасности любить его. Итак, мир не любить – это акт моей воли, это решение сердца. Не буду любить. Господи, дай силы, помоги. И бороться. И удерживать себя от этого. Друзья, любить Бога, любить ближнего. Ну, или в частности, вот я муж, мне надо любить жену. Ну, вот я когда-то приводил пример, это давнишний такой, он мне запомнился. Рано утром я читал Библию, семья спала еще. И вот я читал к Ефесянам по графику пятую главу «Мужья любите жен». Вот там о семье. И я просто, подводя итог, подумал. Ну, что касается меня, вот назидания, то мужья любите своих жен. Ну, и я подумал. Вот жена проснется, что это будет значить для меня – любить жену? Вы знаете, в то утро я немало еще полистал Библию и постоял на коленях. Немало молился. Но мне хотелось знать, что мне нужно делать. Я был дома в этот день. Это была суббота, выходной. И вот, вы знаете, жена улыбалась. Улыбалась без конца. В обед не выдержала. Говорит, Саша, что сегодня случилось? Я говорю, я читал сегодня. «Мужья любите своих жен». Вот я и признался. Я не помню, что я делал и до чего я достиг в познаниях в это утро. Но я старался это делать. Друзья, кажется, я люблю жену и не нуждаюсь в каком-то дополнительном повелении. Однако Библия повелевает это делать. Кстати, косвенно и женам. Вот помните, в Ктиту, похоже, пожилые сестры должны были молодых наставлять, любить мужей, любить детей. То есть, мы нуждаемся в этом повелении и должны прикладывать усилия. Друзья, а что значит любить? Вот в мире нет формулировки. Что-то зыбкое, расплывчатое. А любить – это «ах» и что еще? «Ох» еще, да, добавить? Нет, друзья, это вот влюбленность, которая исчезает, как пар от ветерка северного или южного. Любить по Слову Божьему – это что значит, друзья? Это поступать по заповедям Божьим. Это значит по Слову Божьему поступать в отношении друг к другу. Вот это значит любить. К жене поступать по Слову Божьему – это значит любить. Мужу поступать по Слову Божьему к жене – это значит любить. Друзья, вот пример один, он мне тоже очень понравился. Я вычитал его в книге одного американского пастора. Он жил в 1900-х годах, 50-х или чуть позже даже. К нему подошла сестра, член церкви. Она говорит, пастор, я расхожусь со своим мужем. Я не могу с ним жить в одном доме под одной крышей. Он заходит в комнату, я пулей вылетаю с этой комнаты. Он дотронется, я вся как еж. Я не могу его слышать, я не могу с ним жить. Муж тоже член церкви. Пастор был очень богобоязненным человеком. Ну так, я понял из книги. Он ни одну беседу с ней провел на протяжении какого-то отрезка времени. И она поняла, что развод – это грех, что ей надо жить с мужем. Она говорит, я согласна, пастор, но как это делать, я не знаю. И он ее наставил, по слову Божьему поступай, ради Господа. Как к Господу поступай в отношении к твоему мужу. И ради Бога это делай. Она стала это делать, прошло какое-то время. Она говорит пастору, пастор, оказывается, с моим мужем можно жить под одной крышей. И неплохо жить. А еще через время она стала молиться Богу, ну чтобы Бог дал что-то большее. И вот это ее свидетельство она обнаружила. Стоя в соседней комнате, вот так в проем дверей, смотрит на мужа. И вдруг она почувствовала желание вот подойти к нему, прижаться, поцеловать его. Вдруг она поняла, она его любит. Вот того, с кем хотела разводиться. Мне этот пример очень понравился, друзья. Христианство или семья – это школа, христианская семья. И помните, ну там не о семье речь идет, о церкви. Церковь – это семья побольше. Апостол Павел говорит в Первом Коринфянам, достигайте любви. Помните такое слово? Первый стих 14 главы. Достигайте – это вот, ну надо напрячься, надо достичь, надо схватить. Достигайте любви, догоняйте, ухватывайте это состояние. Это борьба, друзья. Друзья, я очень любил свою жену. Она была очень стройной. Вот все мне нравилось, красивой. Вот она уже сейчас изменилась. У нее и глаза уже выцвели, фигуры нет и прочее. И я уже изменился довольно. Но вот мне было интересно. Как-то я про себя рассуждал. Вот прошли годы совместной жизни. И горести, и беды, и радости, и проблемы совместные, глубокие переживания. И вот я, удивляясь про себя, так думаю, интересно, я люблю свою жену. И если сравнить с той любовью, то та, это что-то бледное было, зыбкое, трещит от первого порыва ветра. А сейчас, сейчас что-то такое глубокое, настоящее. Ну вот мы идем с женой с собрания, мы недалеко живем. Ну было прохладно, она сунула свою руку ко мне в карман, а у меня руки были в кармане. И еще попутно не только в карман, а в мою руку. И вот мы идем с ней. Она говорит, Саш, я тебя люблю. Я говорю, да ты что? Ну как раз я об этом рассуждал вот только. Она говорит, да, Саш, и, по-моему, больше, чем тогда. Друзья, но ведь можно не учиться, вы понимаете? В семье жить и не учиться любить. Может быть, смутило, вот кто написал записку, смутили мои вот такие примеры о том, что недостатки... Я до сегодняшнего дня замечаю недостатки моей жены. Я их наизусть знаю. А что, у вас не так, друзья? Так тоже? Ну, значит, я не исключение тогда. И жена о моих недостатках не то что догадывается. Она их хорошо знает, друзья. Она их хорошо знает. Вот научись этот недостаток покрыть. Любовь покрывает множество грехов. Это такое покрывало розовое, да? Что черные грехи под ними и пропали. Исчезли. Вот этому надо учиться, друзья. Этому надо учиться у Бога. В слове Его. А Он объясняет, как это делать. И, конечно, это не без усилий, не без молитв, не без слез, не без покаяний. И вот не только достигать любви, но и ходить в любви, жить в любви. Учиться этому до конца. Вот как эти мысли уже звучали, друзья. Мне тоже было очень так важно когда-то открытие, что всякий грех живет в моей плоти до сегодняшнего дня. И любой грех, багаж целый греха в плоти нескончаемый. Эта плоть не меняется. Ее никак не поменяешь. Когда-то Иван Петрович проповедовал плед. Вот у нас в Средней Азии был такой богослов очень сильный. Как мы сейчас уже, вспоминая, снова и снова так думаем, утверждаемся. Ну и Он проповедовал, Он говорит. Братья, вот я не видел, только слышал, что когда меду объешься, то Он через поры выходит на животе, наружу. Вот, говорит, так и плоть. Она прет во все щели, говорит. Мне было интересно, неужели у Него тоже прет? Вот как, и у Него, что ли? И говорит, это, во-первых, она делает. На любой случай жизни. Вот как я говорил, бортовой компьютер вот этот выдает раздражение порой или что-то. И сколько он будет выдавать? Да, я согласен, бывают периоды, когда мы можем как-то лучше, да? А бывает как-то хуже. А плоть, когда как-то хуже, она успевает вот свое подать вперед. Поэтому не надо удивляться, если вдруг снова и снова и снова. Вот эта плоть подает свои петиции или как их назвать. И они иногда очень разумно выглядят, очень благородно. Нужно поступать по любви, друзья. А этому учит Слово Божье. Вот влюбленность, я еще раз повторю, мне думается, это что-то зыбкое, ненастоящее, не имеющее фундамента. Любовь нужно достигать, ее нужно удерживать, ходить в любви. И без Слова Божьего, без исполнения Слова, любовь – это, ну, просто так что-то. Да, а что значит чувство? Или это только такое, как бы сказать, механическое исполнение Слова? Нет, друзья, вот этот пример я привел вам про вот эту американскую семью. Когда мы начинаем исполнять Слово Божье, то приходят и чувства. Ну, говорят, что любовь – это, или, может, не любовь, а этот паровоз, да, исполнение Слова Божье, локомотив, да. Чувство – это вагон, который там второй или третий, не знаю, но без чувств любовь неполноценна. Чувства приходят у исполнителя Слова Божье, у того, кто нацелен любить, чувства приходят.